В начале сентября пчеловоды подводят итоги своего урожая. Оксана Николаевна своим трудом довольна. Каждая из 120 пчелиных семей на пасеке хозяйки принесла около 15 литров меда. Работа, конечно, нелегкая, тяжелая она и физически, и нужно все знать, все поднести. Призвание должно быть такое, любить свою профессию. Оксана Николаевна – пчеловод со стажем. Пришла в это дело 18 лет назад. Говорит, занятие пчеловодством изменило ее образ жизни и заставило изучить все тонкости профессии. Процесс начинается с распечатки сот. Крышечки нужно вскрыть, распечатать. Со стола переносятся рамки в медогонку, вставляются сюда. Сюда входят четыре рамки. Она электрическая, включается и происходит процесс отката меда. То есть он стекает по стенкам. Сюда дальше открывается кран, стекает мед. Перетапливаем воск, сдаем их на воскоперерабатывающий завод. И нам делают вот такую вовщину в обмен. Вот такая вот вовщина получается. Далее мы наващиваем рамки. На рамку нужно наващить этот лист. Это мы немножко помогаем пчелам. Несмотря на то, что сезон у пчеловодов заканчивается, сидеть без дела им не придется. Чтобы получить хороший урожай меда и в следующем году за пчелами нужен чуть ли не ежедневный уход. Последний мед откатывается с августа до сентября. Можно еще собирать. Осенью, значит, начинаем уменьшать гнезда. Собираем рамки и начинаем расставлять кормушки, раздавать сиропы. Также проводится профилактическое лечение. По словам пчеловодов, сейчас самое время пожинать плоды своего труда. Мед – одно из самых лучших лекарств. Он способен блокировать и убивать бактерии, укрепить иммунитет и поддерживать организм в минуты слабости. На пасеке побывали Евгений Рязанович, Тамар Малак. Специально для студии «Хорошего настроения».